Спустя два десятилетия после последней крупной экспедиции, ученые вновь отправились к Титанику. Исследователи, с нетерпением ожидавшие этого момента, знали, что океан безжалостен, он медленно, но верно забирает останки легендарного лайнера. Однако, когда команда опустила глубоководные аппараты на дно, они увидели нечто, чего никто не ожидал. Легендарный корабль изменился. Там, где раньше находились известные исследователям конструкции, теперь зияли пустоты. Казалось, что некоторые части Титаника просто исчезли. Корпус выглядел ослабленным, металлические балки скрученными, а поверхность судна покрылась новыми неизвестными образованиями. Ученые были шокированы. Всего за несколько лет разрушение судна ускорилось в разы. Это было тревожным сигналом. Возможно, в ближайшие десятилетия от корабля не останется и следа. Но самое странное было впереди. Приборы зафиксировали следы движений на дне. Песок, поднятый со дна, намекал на то, что совсем недавно здесь что-то или кто-то перемещался. И это лишь первая загадка, с которой столкнулись исследователи. Что же обнаружили ученые дальше? Один из первых тревожных сигналов оказался связан с таинственными следами на морском дне. Когда исследовательский батискав начал углубленный анализ территории вокруг Титаника, ученые натолкнулись на нечто необъяснимое. Песчаное дно в теории должно оставаться практически неизменным. Здесь почти нет течений, а слой ила оседает веками. Однако камеры зафиксировали цепочку странных борозд, тянущихся на десятки футов от корпуса лайнера. Эти следы были четкими, как будто что-то тяжелое недавно проползло по песку, оставляя за собой длинные извилистые полосы. Первой мыслью было предположение, что это могли быть следы глубоководных аппаратов. Может быть, остатки старых экспедиций. Но сравнение с архивными данными показало, что такие никогда раньше не фиксировались. Более того, структура этих следов не совпадала с привычными отметинами, которые оставляют подводные аппараты или обломки, случайно сдвинутые течением. Кто или что могло их оставить? Некоторые специалисты выдвинули гипотезу о редких морских обитателях, способных перемещать песчаные массы. Другие намекнули на возможность тектонических процессов. Однако ни одно из объяснений не дало удовлетворительного ответа. А затем ученые наткнулись на еще одну аномалию. Запертую каюту, сохранившуюся почти в идеальном состоянии. И то, что они обнаружили внутри, оказалось не менее удивительным. Когда исследователи направили глубоководный аппарат внутрь разрушенного корпуса Титаника, они не ожидали наткнуться на почти нетронутое помещение. Большинство кают первого класса либо полностью обрушились, либо были покрыты толстым слоем ила. Но одна из них выглядела так, будто время замерло. Дверь этой каюты, хотя и прогнила от морской воды, оставалась загадочно закрытой, словно что-то удерживало ее на месте. Дрону удалось проникнуть внутрь, и ученые замерли, наблюдая за видеопотоком. Перед ними открылось помещение, удивительно хорошо сохранившееся по сравнению с остальной частью судна. По полу были разбросаны остатки мебели, покрытые коррозией. А в дальнем углу угадывался силуэт кровати, изголовье которой все еще держалось на месте. На одной из стен сохранились обрывки ткани. Некогда роскошные обои превратились в тени своей прежней красоты. Но больше всего внимания привлек предмет, лежавший на полу. Кожаный чемодан, наполовину погруженный в ил. Ученые знали, что кожа, обработанная дубильными веществами, может довольно долго сохраняться в морской среде, особенно в условиях низкой температуры. Этот чемодан был одним из тех немногих артефактов, которые могли сохранить личные вещи пассажиров. Когда аппарат приблизился, камера зафиксировала внутри куски пожелтевшей бумаги. Это могли быть письма, возможно личные заметки или даже билет на тот самый рейс. Однако, как только аппарат попытался сдвинуть чемодан, он рассыпался в прах. Давление и время сделали свое дело. Даже несмотря на это, ученые поняли. Титаник все еще хранит истории людей, которые провели свои последние часы на его борту. И это была лишь одна из находок. Гораздо более удивительное открытие ждало их впереди. Загадочные колонны ржавчины, которые медленно, но неумолимо уничтожали корабль. Одна из самых удивительных находок экспедиции – гигантские ржавые колонны, словно выросшие из остатков корабля. На первый взгляд это выглядело как просто причудливая коррозия, но анализ показал, что перед учеными совершенно особое явление. Эти структуры формируются благодаря уникальному типу бактерий, которые питаются железом. Они были названы Hellomonas titanicae – микроорганизмы, существование которых удивило даже опытных биологов. Эти бактерии буквально поедают металл, оставляя после себя наросты напоминающие причудливые статуи из ржавчины. И самое тревожное – их активность ускоряется. Если раньше ученые прогнозировали, что Титаник сможет сохраниться под водой еще несколько столетий, то теперь ясно – корабль исчезнет намного быстрее. Эти бактерии не просто разрушают стальные конструкции, они превращают их в пористую, хрупкую субстанцию, которая рассыпается при малейшем движении воды. Исследователи осознали – легендарный лайнер постепенно растворяется в океане, а значит, будущим поколениям может не достаться даже его останков. Но пока Титаник еще не исчез, он продолжает скрывать невероятные артефакты. Один из них – чемодан пассажира, сохранивший в себе историю человека, шагнувшего на борт в свою последнюю ночь. На дне, недалеко от основного корпуса, под толстым слоем осадка лежал затерянный чемодан. Он выглядел почти целым, несмотря на десятки лет под водой. Внимательно его изучив, ученые поняли, что внутри могут сохраниться вещи, рассказывающие историю его владельца. Когда аппарат осторожно приподнял крышку, исследователи затаили дыхание. Там, в темноте морских глубин, лежали вещи, некогда принадлежавшие человеку, чей путь оборвался в трагическую ночь. Остатки одежды – аккуратно сложенный сюртук, пожелтевший от времени рубашка. Маленькая коробка с предметами личной гигиены, гребень, стеклянный пузырек с засохшей субстанцией, вероятно, духами или одеколоном. Но самое трогательное – это кожаный бумажник, спрятанный в боковом кармане чемодана. В нем нашли несколько банкнот и пожелтевшую фотографию, на которой был изображен мужчина в строгом костюме и улыбающаяся рядом с ним женщина. Возможно, это был пассажир, отправлявшийся в новый свет в поисках лучшей жизни, а может, человек, который оставил на берегу семью, надеясь на скорую встречу. Чемодан и его содержимое стали печальным напоминанием о судьбе тех, кто отправился в свой последний рейс. Но если личные вещи еще можно было объяснить, то следующая находка поставила ученых в тупик. Они наткнулись на предмет, который не мог находиться на Титанике. Глубоководные аппараты продолжали медленно двигаться вдоль останков Титаника, фиксируя все, что находилось внутри разрушенного лайнера. Внезапно камеры запечатлели нечто неожиданное. На полу одной из кают виднелся предмет, который не должен был сохраниться после более чем ста лет пребывания на морском дне. Это была стеклянная бутылка с запечатанным горлышком. Сквозь слой осадков ученые разглядели, что внутри нее находится бумага. Возможно, это был один из тех редких случаев, когда письмо в бутылке действительно уцелело, несмотря на давление, воду и бактерии. Эксперты знали, что бумага в таких условиях разрушается почти моментально, но если бутылка была герметичной, шанс на сохранность документа все же оставался. Манипулятор осторожно приподнял находку, и исследователи замерли в ожидании. Если в бутылке действительно находилось письмо, это мог быть один из последних посланий пассажиров Титаника. Однако вскрывать ее в подводных условиях было невозможно. Малейшее движение могло разрушить хрупкую структуру стекла и уничтожить то, что находилось внутри. Бутылку бережно извлекли и передали специалистам для дальнейшего изучения. Эта находка снова напомнила всем, что каждый предмет на Титанике. Это осколок истории, который может рассказать что-то новое о той трагической ночи. Когда Титаник отправлялся в свое первое плавание, на борту находилось множество дорогих вещей. Пассажиры первого класса везли с собой изысканные украшения, предметы роскоши, книги, дорогие костюмы и даже произведения искусства. Большинство этих вещей либо затонули вместе с кораблем, либо были унесены течением. Но в ходе последней экспедиции исследователи обнаружили удивительно хорошо сохранившийся фрагмент багажа. Это был кожаный саквояж, внутри которого находились предметы, принадлежавшие кому-то из пассажиров. Когда камеры приблизились, ученые увидели несколько необычных вещей. Монокль в футляре, серебряный карманный часы, аккуратно сложенный шелковый носовой платок и небольшая коробка с табаком. Удивительно, но даже спустя столько лет под водой эти вещи сохранили свою форму. Но самой поразительной находкой стал маленький медальон, на котором все еще можно было разглядеть выгравированные инициалы. Возможно, этот предмет принадлежал пассажиру, который когда-то берег его как память о близких. Теперь же он стал частью истории, напоминающей о людях, которые навсегда остались на Титанике. Тем временем ученые начали замечать тревожную тенденцию, некоторые фрагменты корабля начали исчезать. Но не из-за природы. За последние годы исследователи неоднократно фиксировали странное явление. Некоторые фрагменты Титаника, запечатленные в предыдущих экспедициях, больше не находились на своих местах. Казалось, что лайнер медленно, но верно тает на морском дне. Частично это объяснялось деятельностью бактерий, но не только. Детальное сравнение снимков, сделанных за последние 20 лет, показало, что некоторые металлические конструкции исчезли полностью. Например, одна из печей из машинного отделения, которое раньше находилось на своем месте, теперь отсутствовала. Возник вопрос, кто или что забирает части Титаника? Одной из гипотез было предположение, что фрагменты лайнера оседают глубже в ил, скрываясь под толщей осадков. Однако, это не объясняло пропажу крупных металлических деталей. Другой версией было вмешательство людей. Несмотря на запреты, существуют слухи, что некоторые частные экспедиции тайно поднимали артефакты с Титаника для продажи на черном рынке. Если это правда, то самые ценные фрагменты корабля могли оказаться в частных коллекциях, а не в музеях. Но пока ученые спорили о судьбе исчезнувших частей лайнера, камеры зафиксировали другую сенсацию. Музыкальные инструменты, которые когда-то звучали в ту самую трагическую ночь. В ту роковую ночь, когда Титаник начал погружаться в пучину Атлантики, оркестр на палубе играл до последнего. Эти музыканты стали одной из самых трогательных легенд кораблекрушения. Их музыка сопровождала пассажиров в их последние минуты. Исследователи уже находили фрагменты музыкальных инструментов в предыдущих экспедициях, но теперь они наткнулись на особенно хорошо сохранившуюся находку. В одном из полуразрушенных помещений среди осадка и остатков мебели лежала деревянная коробка. Когда камеры и аппараты приблизились, стало ясно – это футляр для скрипки. Время и давление разрушили древесину, но внутри футляра все еще находились металлические детали инструмента – струны, колки, фрагменты подставки. Возможно, эта скрипка принадлежала кому-то из музыкантов оркестра, игравших на палубе, или это был личный инструмент одного из пассажиров. Кроме скрипки, неподалеку обнаружили обломки деревянного предмета, который, по предположениям экспертов, мог быть частью пианино. На Титанике действительно было несколько пианино, и одно из них, возможно, находилось в каюте первого класса или в музыкальном салоне. Эти находки снова напомнили, что Титаник – это не просто затонувший корабль. Это место, где история застывшим эхом отражается от холодной глубины океана. Но пока исследователи изучали музыкальные артефакты, их внимание привлекла еще одна находка – останки техники, которая не была задокументирована ни в одной предыдущей экспедиции. На дне, всего в нескольких десятках футов от Титаника, исследовательский аппарат наткнулся на металлический объект, который явно не принадлежал легендарному лайнеру. Его форма и структура напоминали детали подводного оборудования, но официальные отчеты не сообщали о потерянной технике в этом районе. При детальном изучении стало ясно – это часть глубоководного аппарата, который, вероятно, использовался в одной из предыдущих экспедиций. Ржавчина и морские наросты говорили о том, что он находился здесь уже не один год. Кто и когда потерял эту технику? Одной из версий стало предположение, что это обломки старого батискафа, использованного в одной из ранних миссий к Титанику. Возможно, он потерпел аварию и его просто не смогли поднять. Но одна деталь насторожила ученых. Останки оборудования выглядели так, словно оно было оставлено в спешке. Внутри корпуса находились неповрежденные инструменты и части электроники, которые можно было бы использовать повторно. Значит ли это, что кто-то покинул аппарат по неизвестной причине? Этот вопрос остался без ответа. Но пока ученые анализировали эту находку, гидрофоны аппарата зафиксировали нечто поразительное — странные звуки, доносившиеся из глубины. За всю историю исследований Титаника ученые не раз сталкивались с аномальными шумами, исходящими из-под воды. В этот раз, когда гидрофоны экспедиции начали работать на полную мощность, они уловили новый, нехарактерный звук. Это были глухие, ритмичные удары, словно что-то двигалось или стучало по металлу. Волны звука раскатывались в темноте, отражаясь от обломков корабля. Вначале исследователи предположили, что это могут быть звуки, вызванные подводными течениями или движением осадков. Но затем последовал неожиданный поворот. Шум повторялся с четкими интервалами, будто создавая определенный ритм. Его характер не напоминал ни естественные звуки океана, ни шумы, создаваемые подводными аппаратами. Некоторые ученые вспомнили о старых историях, в которых водолазы утверждали, что слышали нечто похожее — странные гулки и удары, как будто кто-то стучал по металлу в глубине. Записи звуков отправили на анализ. Пока исследователи искали логичное объяснение, внимание экспедиции переключилось на другую находку — обломки угля, разбросанные в машинном отделении. Одним из главных источников энергии для «Титаника» был уголь. Сотни тонн черного топлива сжигались в гигантских котлах, чтобы приводить в движение мощные паровые машины лайнера. В машинном отделении среди разрушенных конструкций исследователи обнаружили груды угля, оставшиеся с той самой ночи. Казалось бы, что особенного в обломках топлива? Но эта находка позволила ученым сделать несколько интересных выводов. Во-первых, анализ угля подтвердил, что в момент катастрофы лайнер сжигал большое количество топлива, возможно, даже больше, чем было запланировано. Это совпадает с версиями, что в топливных бункерах уже несколько дней перед столкновением с айсбергом бушевал скрытый пожар. Во-вторых, некоторые куски угля были найдены за пределами машинного отделения, что натолкнуло исследователей на вопрос, мог ли взрыв котлов сыграть большую роль в разрушении лайнера, чем считалось ранее. Эта находка стала еще одним фрагментом в мозаике событий той роковой ночи. Исследователи знали, что на борту Титаника находилось множество предметов, которые могли бы пролить свет на жизнь пассажиров перед трагедией. Одним из самых интересных артефактов, на которые надеялись наткнуться ученые, были личные вещи. Багаж, украшения, письменные принадлежности, а также техника того времени. Когда глубоководный аппарат медленно продвигался вдоль разрушенных кают, среди ела и обломков мебели он засек нечто необычное – металлический корпус предмета, частично погребенный под осадками. Детальный анализ показал, что это могло быть что-то, связанное с фотографией или оптическими приборами. Металл был покрыт слоем ржавчины, но его очертания были достаточно узнаваемыми. Специалисты предположили, что это мог быть один из личных предметов пассажиров. Возможно, предмет, который когда-то запечатлел моменты из жизни на борту. Эта находка напомнила ученым о том, как много историй осталось скрытыми под толщей воды. Даже если содержимое внутри оказалось безвозвратно утеряно, сам факт существования подобных артефактов говорил о том, что Титаник все еще хранит личные следы прошлого, несмотря на разрушительное воздействие времени и океана. Исследование Титаника продолжается, и каждый год приносит новые открытия. Ученые надеются, что современные технологии позволят заглянуть глубже в руины корабля и раскрыть еще больше тайн. Одним из наиболее амбициозных проектов является создание высокоточной 3D-модели лайнера, которая позволит сохранить его виртуальную копию для будущих поколений. Эта модель может стать единственным способом прогуляться по Титанику после того, как он окончательно исчезнет. Другие исследователи предлагают более радикальные идеи. Например, поднять отдельные фрагменты корабля и сохранить их почти в музее, прежде чем они разрушатся окончательно. Однако такие проекты встречают сопротивление, так как Титаник считается подводным мемориалом, и вмешательство в его покой вызывает множество этических споров. Как бы то ни было, Титаник продолжает привлекать внимание всего мира. Даже спустя более 100 лет после катастрофы он остается символом не только трагедии, но и человеческого стремления к величию, амбициям и исследованиям неизведанного. Возможно, грядущие экспедиции подарят нам новые открытия, а может лайнер уйдет в морские глубины навсегда, оставляя после себя только легенды.